Друзья, всем привет из Сочи! Сегодня 21 января 2021 года. Ждем сегодня еще 2-1-1-2. Разберем сегодняшний игровой день. Матчей не так много, но мы их постараемся разобрать более-менее нормально. Итак, первый матч, который мы сегодня разбираем, это Ливерпуль-Бернли. Это английская премьер-лига. Здесь надо идти по статистике тура. Я вижу в этом матче победу Ливерпуля. Ливерпуль больше 1,5 гола. Что-то типа 2-0, наверное. Но надо смотреть статистику тура. Почему? Потому что 19-й тур у нас вообще-то уже сыгран. И получается, что вот этот матч Ливерпуль-Бернли, это отложенный матч 18-го тура. Поэтому как играть по статистике тура? На самом деле это сложно. Вот такой английский чемпионат, откройте такой ресурс, как футбол на куличках, и вы поймете, что здесь полный бардак. Играется 18-й тур, потом 19-й тур, потом... Вчера был, например, сыгранный матч Манчестер-Сити-Астон-Вилла. Он был из первого тура пропущенный. Но тем не менее у нас статистика игрового дня заходит. И в Англии в 19-м туре обе забьют было только в двух матчах, в двух из девяти. Потрясающий результат. Поэтому, скорее всего, Ливерпуль-Бернли можно ждать обе забьют, но я не рекомендую брать обе забьют. И вообще такие низкие коэффициенты на Ливерпуль, например. Здесь Ливерпуль, например, должен победить с форой по угловым. Но букмекер предлагает 4,5 фора, понимаете. Это как бы очень большая фора. Так они в основном выиграют по угловым, очень как бы с большим преимуществом. Здесь можно заиграть такую ставку, как фало первого тайма меньше 9, например. Или индивидуалка Ливерпуля в первом тайме меньше фало. Либо общий тотал Ливерпуля в матче меньше 10 фалов. Или сколько будет давать букмекер. Вот такие соображения. Но я здесь жду победу что-то типа 2-0. В этом матче, пожалуй, по этому матчу все. Повтор чермету. Следующий номер нашей программы. Это испанский чемпионат. Валенсия-Асасуна. Они начинают играть раньше в 9 часов, чем Ливерпуль. Да, кстати, новость такая. Кокорин переходит в Феорентину. Проходит уже медосмотр. То есть понижение зарплаты у чувака будет. Ну, я считаю, нормально. Родился он в городе Валуйки. В Белгородской области. Кто не знает, что такое мой бывший тесть тоже там родился. И что самое интересное. Выдающийся актер и режиссер Владимир Басов. Да, Дуримар из «Приключения Буратино». Родился тоже в городе Валуйки. Вот такой маленький городок Валуйки. Отдал таких 3 великих человека. В том числе моего тестя. Итак, Валенсия-Сасуна. Здесь Валенсия не проиграет. И тотал 4,5 меньше. Максимум 2,2. Почему? Потому что в Испании вчера было очень много. 2,2. 2,1. 2,2. 2,1. Три раза было 2,2. Я сто раз говорил. Берите статистика, которая в любом чемпионате будет, что 2,2. Коэффициент 2,60 заходит, как правило, в каждом. Если не заходит, на следующий переносим. Итак, если Валенсия будет играть Денис Черышев, то Валенсия не проиграет. У Валенсии последние три матча победы. Причем все в гостях одержаны победы. Из них две на кубок. 7 января и 17-го над второразрядными командами. Но также был повержен Валидолит в гостях. 0-1. Таким образом, Валенсия набрала ход. Такую серию имеют из трех гостевых побед. Что касается выступлений дома Валенсии, то Валенсия дома не выигрывает 4 матча. Но пора бы уже и прерывать ей эту серию. То есть, хотя бы она не должна проиграть. Последняя победа была Валенсия одержана над Реал Мадридом. Не над кем-нибудь. 8 ноября. Но ясно, что Реал Мадрид был уставший после Лиги чемпионов. И потом были просто трудные соперники Валенсии. Атлетико, поражение 0-1, Атлетик 2-2, Севилья 0-1 и Кадис 1-1. То есть, вот с такими командами-середнячками, как Кадис и Атлетик, Валенсия играет более-менее успешно, не проигрывает. Ну, не говоря уже о том, что Валенсия просто хлопнула Реал Мадрид. По-моему, там Черчев играл в составе. Валенсия традиционно фолы меньше в этом матче. Ассасуна должна побеждать их по фолам. Валенсия с Ассасуной играет так. 2-0, 4-1, 3-0, 4-0, 2-1. Но я не жду здесь больше 4 голов. Почему? Да потому что слишком много забивали вчера и позавчера в Испании. Итак, Айбар Атлетико. Аналогичный подход. Смотрите, Испания такая интересная лига, в которой не работают такие алгоритмы, которые работают, например, в Англии. В группе в своей WhatsApp я об этом подробно рассказываю. Кто хочет узнать подробности, мои аналитики, мои авторские методики, пожалуйста, вступайте в группу, пока 250 рублей, с 1 февраля будет стоить 300 рублей, вы можете еще успеть. И пребывание в группе стоит всего лишь 200 рублей, то есть цена не повышается. Также регистрируйтесь по ссылке, закрепленной в комментариях, используя мой промокод личный, получайте фрибет 19000. Опять же, отыгрывайте в моей группе MLBET, предоставляет самые высокие коэффициенты, а также MLBET предлагает такие уникальные ставки, как супер тотал по четвертям в баскетболе. И не только по четвертям. Перевожу на русский язык. В баскетболе, например, вы заиграете тотал, допустим, третьей четверти, меньше 40,5, а они набирают 42. У вас идет возврат денег, представляете, полтора очка пробивон, и вы получаете свои деньги назад. Это все равно, что в футболе, например, сказать, Ливерпуль меньше полтора забьет, а они забивают два, и у вас возврат денег. Вы представляете, что это такое? Вот вам MLBET во всей красе. Зайдите, попробуйте и поиграйте. Итак, Испания уникальная лига, очень труднопредсказуемая. В матче Эйбар-Атлетика я вижу меньше трех голов, и Атлетика не проиграет. Я посмотрел котировки в лиге ставок, они очень маленькие, потому что, например, если заиграть эту ставку 3,5 меньше, Атлетика не проиграет, там будет рубль 30. Если 4,5 меньше, там будет рубль 15. Что касается Валенсии, например, двойной шанс на Валенсию дают рубль 32 в лиге ставок, да? А если взять двойной шанс на Валенсию и 4,5 меньше, то есть как бы усиление идет, да? Знаете, сколько это? Еще меньше дает. Вот во всей красе букмекера. А что такое двойной шанс Валенсии и тотал 4,5 меньше? Это экспресс из двух событий. Мало того, что Валенсия не должна проиграть, так еще должно быть меньше 4,5 голов. То есть 5,0 не заходит, 3,2 не заходит. Но при этом почему-то они меньше. А знаете, почему они дают такой коэффициент меньше? Потому что наверняка зайдет и то, и другое. Вот и все. Как это заигрывать? Это заигрывать очень просто. Не надо соединять два этих события, нужно их взять раздельно. Поэтому Валенсия и не проиграет, и тотал будет меньше. Это как бы в идеале. Вчера у нас по Германии несколько матчей не зашло именно из-за того, что, я делал уточнение, например, Шальки не проиграет, и там тотал какой-то там меньше. Меньше зашел, но они проиграли. Потом Марсель и Ланс. Тотал меньше, Марсель не проиграет. Марсель проиграл, но тотал меньше зашел. Понимаете? То есть рубль 30 плюс рубль 30. Ну хотя бы 30 процентов-то заходит. Понимаете? Вот это уточнение, оно как бы убивает некоторые экспрессы. Так, поэтому Эйбар Атлетика здесь, скорее всего, обе команды забьют. Нет. Эйбар меньше одного. Дальше. Ливерпуль Бёрли. Тотал Бёрли меньше одного. Лига Ставок это не дает. Найдите контору, которая это дает. Это очень хорошая, удобная ставка. Вчера по Ювентусу и Наполе я говорил дважды, что Ювентус должен побеждать. И просто берите Наполе меньше одного. Это прекрасная ставка. Ноль забил Наполе. Даже пенальти не забили. Почему? Да потому что Наполе 6-0 выиграл перед этим. 6-0. А Ювентус проиграл 2-0. Отсюда вывод такой, что эти не забьют, а те наоборот забьют. И победу Ювентуса. Вот простая логика. Но она работает. И в группе мы еще не то рассказываем. Не только я. Ну и другие люди. Значит, так же будет сегодня матч Азербайджанского чемпионата, к которому я отношусь с огромным уважением. Поскольку мой земляк из Норильска, чемпион какого-то по мини-футболу, играл за Норильский никель. Он сейчас стоит за сборную Азербайджана. Андрей, не помню фамилию. За сборную Азербайджана стоит в мини-футбол. Ему уже 40 с чем-то лет. Да дело даже не в этом. А просто крепкий футбол на самом деле в Азербайджане. Гидар, не Гидар Алиев этот. Ильхам Алиев, он прекрасный спортсмен сам по себе. Развивает спорт. И надо быть осторожными. Потому что, смотрите, вот Карабах, например, раньше играл на тотал меньше 0-2, 0-1, 0-2. Сейчас у них пошло ОЗ, ОЗ, ОЗ. Поэтому крайне аккуратно играть. И там тоже неожиданные результаты бывают. Например, они возобновляют чемпионат после перерыва. В Азербайджане сейчас тепло. Я был в Азербайджане много-много раз. Был там и в феврале. Прекрасный гостеприимный народ, очень душевный. Здесь, понимаете, вот Карабах не проиграет, тотал 3,5 меньше. Но давайте попробуем посчитать, сколько это будет стоить. Значит, меньше трех. Как правило, это заходит. Просто, если вы будете это из матча в матч брать, например, вы будете в плюсе. Например, сегодня мы конструируем какой-то экспресс. Ливерпуль больше полтора, Валенсия меньше четырех, Карабах меньше трех. Ну, хорошо, если зайдет. А если какое-то одно событие не зайдет, у нас весь экспресс сгорает. Если же мы берем это все одинарами за играми, мы будем плюсовать. Почему? Потому что, если, например, Карабах не зашел меньше трех, мы на следующий матч берем опять Карабах меньше трех, но грузим уже большую сумму, чем мы проиграли, чтобы отыграться. А если ты проиграл экспресс, как ты экспресс отыграл? Потом опять такой экспресс собрать не получится, потому что эти три команды должны опять в этой же комбинации встретиться в одном календарном дне, скажем, через пять лет, условно говоря. Знаете, как с Сатурн и Юпитером, они раз в 800 лет встречаются. Значит, тотал меньше трех дает прекрасный. Рубль сорок, например, замечательный. Можно заиграть просто три с половиной меньше и не проиграет, например. На Карабах дают рубль 30 на победу. И вот эти две вещи можно соединить. Двойной шанс и три с половиной меньше. Но я сказал, как они играют. То есть Карабах им не проигрывают, считая назвал. Значит, да, 0-1, 1-1, 0-2. То есть два с половиной меньше у них, как правило. И, значит, Зиря Габала играет, с собой Невчи. Невчи – это бывшая команда Советского Союза еще, когда они играли там. Кстати, их вратарь, по-моему, Игорь Пономарев играл за Азербайджан. И он был в сборной Советского Союза, насколько я помню. По крайней мере, в молодежной. Вот Игорь Пономарев такой был. Также были такие игроки Ахмедов и Джавадов. Вот они зажигали. Вот это в 80-х годах. Это два бомбардира азербайджанских. Ну, еще молодцы. На воротах стоял какой-то русский парень. По-моему, Игорь Подшивалов, если не ошибаюсь, его звали. Ну, в общем-то, мало на самом деле событий. Значит, что касается матча Лацо-Парма. Здесь Кубок Италии – это лотерея. Почему? Потому что это 1-8 финала. Вот на Лацо дают рубль 30. Но мы помним, как Рома облажалась позавчера, проиграв, по-моему, специи, что ли, там 0-2. И так же и здесь. Мы не понимаем мотивации в этом кубке. Это 1-8. Нужна Лацо или нужна эта парня? Потому что Лацо в чемпионате какие-то задачи решает. И тут этот кубок. Он им даром, может быть, не нужен. Может быть, они там дальше будут играть в каком-то другом турнире, который им важнее. Но если так положить руку на сердце и внимательно взглянуть под микроскопом, то получается у них такие счета. 2-0, 4-1. Лацо постоянно. 4-0, 3-2, 2-1. 2-1 это кубок. То есть в 3 из 5 проходило, обе забьют. И 2 с половиной больше. Но кубок это отдельно. Вот посмотрите, как Ювентус играл последние матчи на кубок. С Миланом 0-0. С Интером 0-0. Вот такие, понимаете. Вот казалось бы, но это Ювентус. Значит, они вот на кубок опять играют 2-0. Но, как правило, Лацо больше полтора. Я бы здесь заиграл так. Лацо больше полтора. И Лацо не проиграет. То есть счет 1-1 в основное время нас устроит. Но они же могут сыграть и 1-0. Вот в чем дело. А победа Лацо просто рубль 30. Поэтому что такое кубок? Кубок это вещь такая, которая вообще непонятная. То ли он нужен, то ли не нужен. Вот и все. Но это беда не только кубка Италии. Вообще всех кубков. Значит, пожалуй, что... Так, 13 минут мы наговорили. И свои соображения я высказал. Давайте, знаете, что, наверное... Сегодня очень много хоккея. Но 10 матчей я разбирать не буду точно. Это 100%. Сейчас, извините, немножко залезем в НХЛ. НХЛ вчера зашло 2 из 3. 2 из 3 зашло. И сейчас попробуем немножко в НХЛ поковыряться. Ну что ж там кто там? Да. Здравствуйте. Кто это? Вы не могли бы перезвонить через 10 минут? Я в эфире просто. Спасибо. Ну, как всегда, Александр. Вот все время не в попад. Банк ВТБ. Предлагают кредит. Предлагают все банки мне кредиты. Мне деньги не нужны. Серьезно. Так, что я сказал? Значит... Этот матч мы пропускаем. Так, Бостон-Филадельфия. Сейчас я просто открою матч, где что-то более-менее можно будет предсказать. Прошу прощения за спонтанность, но что поделать? Так, здесь тоже пока ничего. Матчи великое множество. Так, 22-го. Еще открываем матч. Так, в этом матче тоже пока ничего. Оттава-Виннипек. Вообще не собирался НХЛ разбирать, просто время осталось. Так, вот смотрите. Оттава-Виннипек. В этом матче я вижу тотал меньше 6-ти голов. Тотал меньше 6-ти. И играют они, как всегда, в НХЛ с переменным успехом. В пяти последних матчах три победы одержал Виннипек. Причем последнюю в овертайме позавчера. И только один раз выиграла Оттава. Поэтому... Но у них все время тотал больше проходит. В чем дело? Шесть голов, семь голов, пять голов. Думаю, что в этом матче должно быть меньше 6-ти голов. Но это НХЛ, и меньше 6-ти здесь дают рубль 87. Можно взять тотал меньше 7-ми голов за рубль 40. Так, я понимаю, что тупой, но не лишен логики. Почему я так думаю? Я могу в группе вам объяснить, раскрыть секреты. Ванкувер и Монореаль. Канадское противостояние у нас. Ванкувер это остров в Тихом океане. Там же город такой находится. Откуда родом Памела Андерсон. Ванкувер и Монореаль встречались 21-го числа. 5-5 сыграли. В овертайме Ванкувер дожал. Я думаю, что в ответном матче будет тотал меньше. И Монореаль, наверное, не должен проигрывать здесь. В 5-ти последних матчах на поле Ванкувера Монореаль одержал 4 победы. 4 победы. И только в последнем Ванкувер в овертайме победил. И в 17-м году 5 матчей назад также была ничья зафиксирована. И Монореаль дожал в овертайме. Но счета такие. 1-1 5-7 2-3 1-3 5-5 Я думаю, что 22-го января в этом матче будет меньше давайте предположим меньше 7 голов и посмотрим, сколько на это дают. и Монореаль не проиграет. Меньше 7 голов 4-бль 40 дают. Можно заиграть отдельно. Меньше 7. Одна ставка Монореаль не проиграет другая ставка. Но можно, конечно, и объединить. На Монореаль здесь дают 2.30 прекрасный коэффициент. Чем мне нравится НХЛ это сумасшедшие просто коэффициенты просто космические. И последний Лос-Анджелес Колорадо посмотрим, есть ли здесь какая-то закономерность какая-то тенденция можно ли здесь что-то предположить. Да, они играли 20 января Колорадо их обыграл 2-3 и вот они снова встречаются. В пяти последних матчах в Лос-Анджелесе Колорадо обыграл их трижды один раз в овертайме и два раза Лос-Анджелес выигрался еще там 3-1 и у них в общем-то тотал меньше 5,5 всегда проходил кроме одного раза когда 7-3 победил Колорадо но Колорадо победил позавчера значит соответственно мы смотрим или вчера таблицу Колорадо идет в четверке но чемпионат только начался он идет по очень интересной схеме значит Лос-Анджелес идет на последнем месте в этой восьмерке Лос-Анджелесу нужно спасаться поэтому я так предполагаю что тотал должен быть меньше опять меньше наверное подстраховаться семьи и Лос-Анджелес не проиграет на Лос-Анджелес дает 4,28 какой-то сумасшедший просто коэффициент часто в НХЛ заходят такие коэффициенты очень часто вот такие вот мои соображения и можно просто подумать о том что в НХЛ просто можно заиграть везде ничью в каждом матче 22 января матчи у нас считаем 1,2,3,4,5,6 6 матчей в 6 матчах если мы в 1 армии везде берем ничьи нам достаточно 2 ничьи из 6 которые скорее всего зайдут и так как коэффициент 4,50 мы будем в очень хорошем плюсе по 100 рублей поставили 600 рублей на выходе у нас 900 рублей будет вот такая вот стратегия и самый популярный счет в НХЛ это 3,4 не 4,3 а именно 3,4 то есть выиграют гости как правило в некоторые года 2,3 именно гости побеждают примерно где-то 7,8,9 процентов всех матчей заканчивается именно вот со счетом 3,4 и с таким же примерно процентом 2,3 то есть как ни странно вот именно в этих счетах вот преимущество гостей почему это происходит потому что лига это сделано для зрительского интереса для коммерческого интереса чтобы подогревать чтобы было неожиданно подогревать интерес чтобы люди не могли точно сказать кто выиграет поэтому такие неожиданные исходы неожиданные результаты так ребята всем большое спасибо за внимание вступайте в группу пишите на ватсап пишите вконтакте и в наших планах открыть школу ставок в феврале в марте идет сейчас подготовительная работа идут переговоры вот значит всех приглашаю в гости у себя на моих интернет ресурсах всем удачи до свидания